народ всем привет с вами снова я петр и канал в бок кивок хочу вернуться к теме кормочков под названием убийца карася на которой михалыч ловит всю белую рыбу кто не смотрел это видео я оставлю подсказку в правом верхнем углу это по-моему тут или тут по-моему тут а ну не суть важно увидите вот некоторые мои подписчики проявили интерес к изготовлению этой кормушки вот им стало интересно я сейчас покажу им ну не только и и вам тоже всем остальным кто впервые на моем канале в качестве гостей или кто не успел подписаться и и для тех кто вновь подписался да ребят подписывайтесь пожалуйста мой канал это очень меня стимулирует на съемку новых видео видео роликов это большая поддержка будет с вашей стороны канал потихонечку начинает расти благодаря вам меня это очень радует меня это очень радует и стимулирует вот я с большим удовольствием езди на новые водоемы снимаю для вас свои рыбалки еду уже можно сказать ездим на рыбалку не столько сколько рыбы половить свое удовольствие сколько для того чтобы снять интересное видео для вас чтобы порадовать вас ну что ребят убираем сейчас это уже мою стать готовы которые я делал вот и сейчас я вам буду показывать как изготавливать эту кормушку ну так ребят чё нам для этого понадобится медная проволока я использую медную проволоку но можно использовать проволоку для сварки полуавтоматом стальную проволоку обмедненную ну кто-то использует там допустим полтора там или миллиметр в диаметре нержавеющую допустим проволоку вот я использую обычную медную проволоку с проводов просто изоляцию и снял полтора квадрата в сечении что нам понадобится вот эта проволока бокорезики круглогубцы ну и приспособа для того чтобы нам облегчить все это дело вот такая вот ручка обычная корпус шариковой ручки обычный вот здесь я сделал небольшую прорезь вот здесь надфилем просто пропилил покажу дальше зачем это все и нам еще понадобится паяльник объясню потом для чего можно принципе из него обойтись но паяльника мне кажется будет как надежнее приступим ребят так убираем эту сторону чего нам мешает вот это я зря убрал так начинаем с того то что мы берем отрезок сантиметров 30-35 ну может 40 побольше берем отрезок проволоки берем сантиметров 5 от края загибаем и с помощью круглогубцев делаем здесь ушка делаем ушка так вот так это ушка выглядит либо вот так вот кто видит нет так и теперь вот этот отросток начинаем делать два-три витка вокруг основной центральной проволоки все лишнее откусываем лишнее нам не надо лишний усилий так видите вот здесь вот как бы как бы остается кусочек вот этот тот проволоки зазубь зазубь нам нужно ее взять и круглогубцами как бы подогнуть дай чтобы она не цеплялась ничего за нее так все есть теперь берем сантиметра 45 вот такой отрезок и делаем второе ушко но ушко это делаем не так чтобы они там допустим перпендикулярно а чтобы они были симметричны то есть вот здесь так уж и это ушко тоже тут же должно быть то есть вот так разворачиваем загибаем делаем второе ушко так вот теперь важный момент ребят что потом в конце я потом объясню в конце чтобы не было казуса посмотрите у нас с этой стороны витки идут как бы так если посмотреть как бы против часовой стрелки и нам вот начать обман наматывать эти витки нужно тоже как бы по по часовой стрелке что в конце у нас проволоки вот здесь вот встретились вот я не знаю как как он правильно объяснить на я надеюсь вы поняли я не мастер в объяснениях так вот сделал такое ушко и чтобы у нас здесь проволочки кончики встретились получается нам нужно крутить крутить в эту сторону делаем 2.2 витка мы сделали так получился такая конструкция теперь дальше нам нужно наше приспособа корпус от старой ручки вот банальным до безобразия постарался не усложняет все это может там конечно взять деревяшку просверлить отверстие в центре нужно диаметром ну ни к чему это все просто вот у нас самое главное основная суть этой пружины чтобы она держала на себе мастерку то смотрите сейчас тут ушко большой она вовнутрь не пролезет нужно взять и чуть-чуть его сплющить чтобы она пролезла у нас пролезла пролезла вот смотрите вот для чего нужно это пропил то есть она настала и начинаем наворачивать делаем 3-4 витка не больше больше нам не надо если делать частые витки то мастерка там будет держаться очень долго и даже в конце рыбалки когда вы уже закончите вы потом замучаетесь просто туда и выковыривать а когда она высохнет эта мастерка тем более замучаетесь ее выковыривать оттуда а это взял просто как бы ополоснул водички в конце рыбалки вся мастерка вымылась из пружины и все готово вот смотрите ребят сделали мы раз два три витка докрутили мы до этого места где у нас ушко начинается так делаем еще один обороте как бы вот и вытаскиваем ладей вот получилось вот так вот у нас вышло все теперь нам нужно лишнее откусить и круглогодцем аккуратненько подвести чтобы вот этот где мы откусили просто проволочка проволочка что подошла то есть я щас откусываю так нет я сделаю один оборотик уж так вот так откусываю потом беру круглогодцами делаю тут такой вот ушко небольшое и подвожу ее к центральной проволоке центральной проволоке все подвели и теперь нам нужно вот в это место где у нас пружинка вместе со скруткой соединяется нужно капнуть немножко нам тут олова чтоб все это дело спаялась и все так паяльник уже разогрелся так и теперь припаиваем горяченько так сейчас это дело подровняем что было все красивенько аккуратненько ну вот и все ребят кормушка готова можно монтировать снасть убийца карася все это безобразие просто еще раз повторюсь ребят используется материал такой какой вам интересно такой как вам удобно можно использовать потолще проволоку но конечно тут немножко мотать посложнее будет но тем не менее результат будет один будет хорошая кормушка ну нужно сделать так чтобы центральная проволока проходила прям прям по центру получается от этого этой пружины ну что ребят вот и все вот и наша кормушка для монтажа убийца карася так называемый кормак готов можно монтировать снасть и отправляться смело на рыбалку на карак за карасем ну не только за карасем и за карпом можно съездить еще раз говорю ребят не делайте частые витки вы сами потом поймете если вы сами сделаете частые витки вы сами потом поймете как это сложно ее основная задача держать в себе кашу потом просто взял палец ставил вот так прям как бы по резьбе провелся каша вылезла ополоснул и все она чистенькая взял зип отцепил от основной лески в зип пакет положил в ящик и все и до следующей рыбалки ну что ребят что хотел я вам показал поделился с вами своими знаниями опытом и мыслями надеюсь был полезен вот если что-то новенькую увижу услышу или что-то испробовал и будет действительно стоящее с вами обязательно поделюсь ну что ребят ставьте лайки подписывайтесь на мой канал блок кивок с вами был я петр всем не хвастанье чешуи на и до новых встреч всем пока а а